Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь Моя, да любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Слава Богу нашему. Вы знаете, Христос, Он не просто назвал друзьями, не просто сказал, что возлюбил, Он это доказал, да? Он это показал. В Римлянам 5 глава 8 стишок так пишет, что Христос показал нам свою любовь, свою дружбу, и доказал тем, что умер на кресте Голговском, когда мы были еще грешниками. Слава Богу нашему. Вы знаете, я уверовал недавно, 15 лет как уверовал. До этого уже погибал, уже на матрасе доживал. Жене, с которой уже и семья распалась, говорили, ты разведись с ним, еще хоронить придется, ему там осталось несколько дней. Но вы знаете, у Бога были свои планы. И бабушка жены, она была одна верующая во всем роду, и Бог, она была сосудом Божьим, и когда я вот такой без зубов, грязный, никто руки не подавал, шел туда к ней, она со мной говорила, она меня любила, она за меня молилась. И однажды я шел уже такой, и, вы знаете, двери открываются, выбегает бабушка на шею мне, плачет. Я говорю, что такое, что случилось? Говорю, бабцу, что сталося? Она говорит, сижу, чищу буряки. И 92 года ей тогда было. Говорит, и Бог мне говорит, встань, выйди, посмотри, сын мой идет. Представляете? Вот в таком... А Бог уже тогда возлюбил, доказал, и еще и явил это все. И вот таких вот нас... Вы знаете, у нас в церкви две сестры только с верующих семей. Вся остальная церковь – это люди, вот пришедшие с мира. Наркоманы бывшие, алкоголики, сидевшие. Вот вся церковь у нас вот такая, мы говорим, миссионерская. Все пришли из мира. И вы знаете, Бог, Бог еще тогда, вот нас такими, Он уже свою любовь и дружбу нам явил и доказал. И говорит, я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает Господин Его, но называю вас друзьями. Вы знаете, быть другом Божьим, быть другом Божьим – это очень хорошо. Это очень хорошо. Вы знаете, в притчах, в 17 главе, 17 стишок написано так, что друг любит во всякое время. Друг любит во всякое время, и как брат всегда приходит на помощь. Друг любит во всякое время. Хорошо иметь такого друга. Мы говорим, что лучший друг наш – это Иисус Христос. Но это не мы избрали Его. Не мы возлюбили. А Он говорит, я вас назвал друзьями. Вы знаете, дружба – это не просто вот какое-то хорошее отношение или какое-то когда-то меня кто-то выручил. Дружба, вы знаете, задали мне вопрос, кстати, в вашей церкви, я там за одного человека сказал, говорит, а, вы теперь друзья. Я говорю, да я его знаю три дня. Как он может быть моим другом? Нет-нет, мы просто интересно общались. Если мы хорошо пообщались, это еще ничего не означает. Дружба, дружба, она означает, это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и общности интересов. И вы знаете, для меня здесь ключевое слово в определении, что такое дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии. Вы знаете, и Христос сделал этот первый шаг. Он нам поверил, Он нам доверил, Он эту дружбу свою доказал и явил. И вы знаете, и другом не только хорошо быть, но это возлагает на нас большую, большую ответственность. Вы знаете, другом, друг написано, любит во всякое время. В Библии мы много примеров дружбы читаем. Но я не буду брать такие примеры, но вот такие мы всегда представляем, что если говорим о дружбе, сразу вот мне представляется Авраам, говорит, назван другом Божьим. Сразу представляю, Давид и Иоаннафан, как у них эта дружба была, да? Вот Христос вот здесь и говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И вот в притчах Соломон уже сказал, что нет больше той любви. Я повторяюсь, что, извините, что друг любит во всякое время. Вы знаете, если мы почитаем книги царств, вторая книга царств, там пятая глава, я просто не буду эти места открывать, чтобы не занимать много времени, чтобы сократить, там у Давида, у царя Давида, был друг, тирский царь Хирам, да? Вы помните, тирский царь Хирам был другом царя Давида. Вы знаете, и когда утверждался престол Давида, он, царь тирский, друг его, он построил дом царю Давиду и помогал в строительстве храма, там, будем говорить, уже Соломону, уже Соломону сына, уже Соломону, который был сыном Давида, царь Хирам, царь тирский, написано, помогал, я зачитаю, это 5-я глава 3-й книги царств, там так написано, «И послал Хирам царь тирский слух своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в цари на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь». Мы знаем, мы читали о жизни царя Давида. Вы знаете, нелегкую жизнь прожил царь Давид. Мы можем с уверенностью сказать благословенную, потому что он стал, он был мужем по сердцу Господа. Он был по сердцу Господа, несмотря на все его какие-то ошибки, проступки, недостатки, согрешения, но он был по сердцу Господа, потому что сердце самого Давида, оно было способно каяться, любить, признавать свои ошибки. И вот здесь написано, что Хирам был другом Давида во всю жизнь. не только тогда, когда утверждался или утвердился престол Давида, не только, когда Давид одерживал победы в войнах, которые вел, не только, когда благоденствие и когда Давид говорил «не поколеблюсь более», но когда Давид и колебался, и когда Давид страждал, и когда был в гонениях, и когда претерпевал от своих детей и так далее. И вот этот хирам, царь Тирский, вы знаете, он был языческий царь. Я посмотрел, он, царь Тирский хирам восстановил все святилища своих праотцов. Он построил храм Зевсу Тирскому, он построил храм Астарти, он построил храм, забыл Бога, покровитель, там, Мария и так далее, понимаете? Но вот этот человек, он был другом царя Давида во всю жизнь его. То есть и в горе, и в радости. Вот это дружба. Вы знаете, плохо человеку без дружбы. Кто-то скажет, может быть, моя жена, это мой друг. Не, не проходит. Жена, это часть меня. Должны быть те, с которым я имею. Вот эти близкие отношения, вот это взаимное доверие, вот это общие интересы и вот привязанность такая, понимаете? Мы читаем это все. И вы знаете, вот эта дружба царя хирама с Давидом, она и перешла еще и на детей Давида. И он очень помог. Он отдал, кстати, тоже звали человека хирам, который управлял строительством, был умный, был способный, тоже отдал туда, когда строился этот храм. Вы знаете, при дворе Давида, при царском дворе Давида и Соломона, у них была должность. Тоже я не буду открывать эти места, но вы можете почитать. 27 глава первой книги Паралипоменон, третья книга царств, четвертая глава. Там написано, что была должность при царе Давиде и при царе Соломоне друг царя. Мы откроем, можем почитать там. У Давида был хусий. Так и написано. После хусия написано, этот над тем распоряжался, этот над тем был поставлен, этот над тем. Хусий и ревитянин, друг царя, и дальше этот был поставлен военачальником. У Соломона друг царя должность занимал завуф. Вы знаете, это просто, ну человеку без этого, ну я не знаю, как жить. Это вот такие добрые, хорошие примеры. Мы читаем за хусия, как он был предан Давиду, какие у них были общие интересы, как он помогал там во всем. Мы можем это все прочитать. Вы знаете, хорошо, хорошо, когда мы, когда мы имеем этих друзей. Бог говорит нам, приобретайте этих друзей. Приобретайте, у вас должны быть эти люди, перед которыми мы можем прийти и просто открыться, просто побеседовать, просто иметь поддержку. Просто на общие интересы. У нас эти отношения близкие. Бог от нас тоже хочет, чтобы не только было это одностороннее. Бог первый нас назвал друзьями и хочет, чтобы и мы были друзьями Его. Вы знаете, в Библии не только примеры хорошей дружбы есть. Давайте вспомним 2 книга Царств 13 глава, где говорится, что у Амнона сына Давида был друг. Иоаннадал, который научил, как ему завладеть своей сестрой. Мы помним, и он написано, что это был его друг. И написано, он был хитрый. И мы можем сказать, это Иоаннадал был такой. Это он Амнона. Нет. У них было взаимное доверие. Он ему доверился, тот подумал, ему рассказал, ему научил. Я не знаю, кто хуже из них был. Так написано, птицы собираются по роду твоему. Мирская пословица говорит нам, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Тот был хитрый, а этот был злой и похотливый. Это была не любовь, как он там рассказывал. Люблю сестру свою Фомарь. Нет, это была обычная похоть и злость, потому что выгнал ее после того, как изнасиловал. Вы знаете, пусть Бог хранит нас от таких друзей. Пусть Бог нас еще от одной дружбы хранит. И Он дал нам слово свое. Что дружба с миром есть вражда против Бога. Мы читаем, да? Мы читаем, что если я, того, которого Бог назвал своим другом, которого до конца возлюбил, за которого отдал сына своего и искупил дорогою ценою кровью своей. Если Бог, который мне доверяет и который хочет со мной иметь близкие отношения, А я в это время имею эти отношения с миром, который злой, прелюбодельный, люкавый, в котором похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. И я, Дитё Божье, имею с этим всем близкие отношения, да еще которые строятся на взаимном доверии. У нас с этим всем общие интересы, и я к этому привязан. Храни нас Господь от такого, братья и сестры. Бог говорит, это вражда против меня. Дружба с миром это не просто-то. Это, говорит, вы становитесь мне уже не друзьями. Это я становлюсь уже врагом Богу. А Бог хочет, чтобы эти отношения, близкие, основанные на взаимном доверии, Эту привязанность я имел к Богу, я имел с Богом общие интересы. Пусть Бог нас так благословит. Вы знаете, если я зачитаю филиппийцам, вот здесь я зачитаю, хочу, чтобы мы за это помолились. У меня в двенадцатом стишке апостол Павел филиппийцам в третьем главе говорит так. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И там мы читаем, прошу прощения, дальше, дальше читаю. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простеряясь вперед, стремлюсь к цели и к почести высшего звания во Христе Иисусе. И вы знаете, это я для себя так принял, братья и сестры, я для себя так принял, что вот это звание, высшее звание во Христе Иисусе, это называться и быть другом. Это друг Божий. Я считаю, это высшее звание. Авраама так Бог назвал, да? Бог назвал Авраама, Бог назвал другом Божьим. Апостолов Бог назвал другом Божьим своим. И нас сегодня Бог называет другом Своим. Вы знаете, я хочу, чтобы мы, предлагаю так, преклонили колени. И просто, где мы не имеем этих дружеских отношений с Богом, пусть Бог нам поможет. Чтобы мы тоже приложили все усилия и все старания. Для этого надо, да. Для этого надо где-то смирить себя. Где-то надо своими интересами пожертвовать. Где-то много чего надо ради друзей, понимаете. У меня есть друг, мы 25 лет дружим с ним. И вот за 25 лет, вы знаете, ни разу не оклеветал, ни разу не подвел, ни разу не осудил. Ни разу никаких не было с ним, споров даже ни о чем не было. Пусть Бог поможет так, чтобы, ну вот я хочу, чтобы у меня так с Богом тоже было. Чтоб Бог мне мог полностью доверять. Чтоб эти отношения, они были взаимными. И чтоб действительно было вот такое стремление. Чтоб это высокое звание, друг Божий, оно было и моим. Давайте помолимся за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!